Улица Сабанеева в районе 23-го дома. Местные жители утверждают, придомовая дорога здесь не видела ремонта лет 20. Доходит до смешного. Люди сами скидываются и ремонтируют дорогу за свой счет. Улица Сабанеева, придомовая территория, дорога от 23-го дома к Луговой. Состояние типичное для большинства дворов в Владивостоке. Как после бомбежек высокоточным оружием. Местные жители давно уже не верят обещаниям отремонтировать дорогу и сами занимаются приведением ее в хоть какой-то божеский вид. Я так понимаю, за свой счет? За свой счет, да. Вот, купил, поехал, купил и засыпаю. Жена ездит на машине легковой, соседи ездят. Что-то надо делать. Как ездить? А сейчас дальше пойдут. Постоянно разобьют, опять везем. Ну, не знаю, кто желает, скидывается. Вот сегодня сосед сказал, я бы скинусь. Ну, многие скинутся, да. Ну, может, недорого, то 800 рублей еще машина, что, недорого. А вот так бы вот эту крошку снимают, подъехал, они не дают вот эту свадьбу. А то вообще бы залить, засыпать, вообще бы красота была бы. И действительно недорого. Всего-то 800 рублей заплати. Всем домам можно скинуться. Вот только такого ремонта хватит до первого дождя. Куда смотрит управляющая компания? Вопрос. В удручающем состоянии дороги на улице Сабанеева. А вместе с ними в удручающее состояние приходят и автомобили местных жителей. Вы удовлетворены качеством ваших дорог? Нет, конечно. После зимы вообще невозможно ездить. Такие ямы ужасно. Тут, чтобы проехать, нужно очень много времени, во-первых, потратить. А во-вторых, машина портится. Все очень плохо. Так и живем. Чтобы выехать со двора на главную дорогу, надо еще и постараться. Объехать все ямки, потратить время и попробовать не убить ходовку автомобиля. И возникает чувство, что грунтовые дороги и те лучше, чем якобы асфальтированные во дворах Владивостока.